Уважаемые слушатели, пока я включаюсь, фон громко, тихо. Если все замечательно, то в чате можно поставить просто плюсик. Хорошо, если что, говорите, я сделаю погромче или потише, тут есть такая возможность. Сегодня у нас с вами разговор будет на интересную такую тему. Тема, мне кажется, горячая, с одной стороны, для тех, кто следит за тем, что сейчас происходит в высшем образовании и тем, как оно интегрируется с системой дистанционного обучения. А с другой стороны, тема может быть недостаточно освещаемая сейчас, в связи с тем, что вот был небольшой хайп, мне кажется, в интернет-СМИ, связанный как раз вот с попыткой нагнетения какого-то, может быть, немножко истеризма по поводу того, что в грузах откажутся от лекций, все будут учиться с помощью открытых онлайн-курсов. И потом этот хайп прошел, и как бы эту тему вроде как замяли, что вот обсудили и забыли. Но мне кажется, что к этой теме важно вернуться и сегодня обсудить ее. И я сразу скажу, Светлана Вячеславовна просит сделать погромче, сейчас я сделаю погромче. Я сразу скажу о том, что, вот если есть перегрузка, напишите тоже. Сразу скажу о своей цели. У меня сегодня цель очень простая. С одной стороны, немножко напомнить о том, как начинались муки, о том, как мы с коллегами работали. И так получилось, что я тоже в числе был тех счастливчиков, которые экспериментировали с массовыми открытыми онлайн-курсами, когда они только появились. Именно в таком формате, в каком они получили свои официальные названия массовых открытых онлайн-курсов. Потому что сегодня мы под этими курсами понимаем немножечко другое. И я скажу об этом различии. Так вот, я хочу, с одной стороны, напомнить о том, как начинались эти курсы, показать, как эти курсы, ну, опять же, обсудить о том, как эти курсы стали тем, чем они есть сейчас, чем они отличаются от традиционных и дистанционных курсов. У нас небольшая терминологическая путаница возникает, в том числе и в академии. Отсюда как бы противоречие, потому что мы пытаемся под формат онлайн-курсов подвести то, точнее, пытаемся применить к формату открытых онлайн-курсов тот накопленный опыт и теорию, которую мы разрабатывали для традиционных дистанционных курсов. Это не совсем правильно, потому что там есть определенные сложности, и как бы мы какие-то проблемы и противоречия просто не видим, потому что мы подходим к этому с другим терминологическим аппаратом, точнее, как у нас путаница. Мы пытаемся разбираться в одном, а говорим немножко о другом. Так вот, после того, как мы немножко вспомним, с чего это начиналось, с чего все начиналось, я... Сегодня не будет какой-то сложной терминологии. Я решил излагать все простым языком, чтобы те, кто не совсем знаком с этой темой, получили достаточно такое как бы интуитивное понимание о том, как возникли курсы, что они собой представляли. Вот после того, как мы это все обсудим, я скажу, наконец, мне кажется, четко проговорю, ну, может быть, не совсем четко, но, по крайней мере, я выскажусь о своем отношении к этой идее. ВУЗ без лекций, да, высшее образование в университете, ну, например, там, в центральном, в оригинальном университете, в котором не будет лекций, зато будут какие-то онлайн-курсы через национальную платформу открытого образования. То, к чему мы идем? Если вы не знаете, школа тоже будет интегрироваться с этой национальной платформой. Вот чуть-чуть сегодня я скажу, как я к этому отношусь, а после этого я добавлю те проблемы, задачи, которые я вижу, что в качестве вот непосредственной точки предложения наших с вами сил, коллеги, тех, кто интересуется этой темой. Причем вот я хочу сказать сразу наперед, что заниматься, сейчас такое интересное время, когда можно заниматься дистанционным образованием, не будучи, как сказать, не будучи официально академиком. Почему? Потому что очень много, когда появились открытые онлайн-курсы, очень много энтузиастов было, которые внесли ощутимый вклад в развитие теории и практики вот этих открытых онлайн-курсов. Конечно, там ведущими лидерами этих сообществ, сообществ практики, которые развивали онлайн-курсы, были академики, да, то есть люди, которые имеют ученые степени или которые хотя бы иметь какую-то аффилиацию. Я повторюсь, очень много энтузиастов, очень много блогеров, неравнодушных людей. Вот в нашем сообществе, русском сообществе, ну, как как бы, я не знаю, оно не совсем русское сообщество, потому что вот мои коллеги, у нас очень много коллег было, когда мы начинали из Украины, и они фактически, с них вот эта волна и началась. Украинские коллеги, сейчас сразу назову имена, это Владимир Николаевич Кухаренко и Константин Леонидович Бугайчук из Харькова. Вы можете даже прогуглить две фамилии Кухаренко и Бугайчук, и вы найдете замечательные статьи и материалы в интернете, которые остались после их курсов, и вот как бы можно найти подтверждение всему тому, что я буду говорить, что действительно это было, была проведена работа, и вот как бы, вот как бы в этих курсах участвовали люди разных профессий, там кроме академиков, как я называю словно люди академии, были также, например, библиотекари, то есть люди, которые занимаются тоже интересной деятельностью, и вот они вовлечены, оказались в работу на раннем этапе и внесли свой вклад в медиаобразование, в образование через интернет, в неформальное образование посредством массово открытых онлайн-курсов, в создании вот таких сообществ, учебных сообществ, которые на определенном этапе своего функционирования переходят в такой режим массово открытого онлайн-курса, потом возвращаются снова к режиму сообществ. Сегодня мы это все с вами обсудим. Итак, мы начнем с того, что я продемонстрирую вот этот слайд, на котором выражено противоречие, интересное противоречие, на которое я сегодня хочу обратить внимание. Я, по сути, его уже проговорил, сейчас я четко еще раз его сформулирую. То, что представляет собой массово открытый онлайн-курс, то, что мы пытаемся схватить в этом онлайн-курсе посредством привычных нам понятий дистанционный курс, а дистанционный курс, дистанционное обучение, дистанционное образование, дистанционный курс, дистанционные образовательные технологии. Вот эти все понятия, они возникают в работах наших коллег, четко они проговорены в диссертациях, монографиях. Это вот конец 90-х, начало 2000-х годов, когда была сформулирована терминология и возникла научная школа. Вот один из представителей этой научной школы как раз внизу цитата, со слайда взята Никуличевой Натальи Викторовны. То есть есть определенная научная школа, которая уже сложилась, которая занимается в России дистанционным образованием. И у нас есть определенная своя терминология, которая связана вот с тем дистанционным образованием, как оно изначально появлялось. А вот на что я хочу обратить внимание, на какое противоречие. Вот когда появляются MOOC, они по своей структуре идут по дидактическим принципам, на котором организованы эти массово открытые онлайн-курсы. Они идут в разрез с тем, что традиционно понимается по дистанционным обучениям. Начиная с того, как они организованы в плане самой среды. То есть, например, в традиционных дистанционных курсах у нас есть всегда система управления обучением, система дистанционного обучения. Вот в этих курсах, например, системы дистанционного обучения не было. В традиционных дистанционных курсах всегда есть какое-то фиксированное содержание образования. То есть, если пройтись по всем категориям, дидактическим категориям, то там есть четкое содержание, цели и так далее. Определенная форма организации образовательного процесса в дистанционном формате. А когда появляются открытые онлайн-курсы, у них все наоборот. То есть, там нет четкого содержания в этих онлайн-курсах у канадцев. Нет четкой цели. У меня был тоже интересный момент. У меня был курс, в котором мы с коллегами долго спорили по поводу того, есть ли четкая цель, учебная цель именно в открытом онлайн-курсе или ее нет. И вот я, проанализировав материалы и только были организованы онлайн-курсы. Первые массовые открытые онлайн-курсы, то есть те курсы, которые стали называться массовыми открытыми онлайн-курсами, в них там не было четкой, даже вот четкой учебной цели в них не было. Понимаете? То есть, дистанционный курс, то есть там есть цель, а вот в массовых открытых онлайн-курсах там не было цели как таковой. Там была организационная цель. То есть, если на этом слайде приведен снимок с экрана, демонстрируется ролик, что такое MOOC. Вот из MOOC, опубликованный в 2010 году. Тут видно, что опубликовал его пользователь Дэйв Кормье. Дэйв Кормье – это один из корифеев вот этих массовых открытых онлайн-курсов. Вообще, часто, традиционно называют две фамилии – это Сименс и Даунс. Но с ними есть другие коллеги, которые работали, все они из канала. Вот, в частности, Дэйв Кормье. И вот у Кормье, у него в этом ролике, ну, ролик на самом деле подготовлен коллективом авторов, просто он как бы закадровый голос, который озвучит этот ролик. Вот он предлагает различные трактовки того, что же такое MOOC. Чтобы у них у самих возникла проблема с тем, чтобы как-то охарактеризовать, что вот это явление, такой вот интересный гибридный образовательный процесс в такой сложно определимой форме, ему нужно было дать какое-то определение. Возникло, собственно, название – массово открытый онлайн-курс. Но это, как бы название – это одно, но надо же как-то охарактеризовать, раскрыть вот это определение. И в этом ролике предпринята попытка с различных сторон охарактеризовать, то есть дать определение, что такое хотя бы описательно просто массово открытый онлайн-курс. И вот, я считаю, одна из центральных характеристик, которые описывает внешний вообще этот онлайн-курс, это то, что MOOC – это ивент, ивент – это событие. Если вы прогуглите статьи мои, вот прям по фамилии можно поискать, одна из важных работ, я считаю, ключевых моих работ, в которой обобщен мой опыт. И опыт коллег частично, это работа 2015 года, чтобы не соврать, она называется «Неформальное образование в интернете», «Неформальное обучение в интернете», там я как раз развиваю, то есть показываю, что действительно, если смотреть на массово открытый онлайн-курс с точки зрения того, как организован учебный процесс, то можно сказать, что эти курсы – это как бы события в жизни учебного сообщества или события в жизни профессионального сообщества, но имеется в виду сетевого сообщества, или события в жизни, в жизнедеятельности сообщества практики, когда вот сообщества практики, сообщества объединенных в интернете профессионалов в какой-то момент испытывают потребность в проработке какой-то проблематики, и вот эта потребность, она превращается в, она оформляется в определенную деятельность совместную, которая, будучи развернута в открытом формате в интернете, может включать всех заинтересованных энтузиастов, то есть любой может присоединиться к такому курсу, к этому событию, но оно ограничено временными рамками определенными. И вот в рамках условного учебного плана, я повторюсь, там был всегда некий план, но это условный учебный план, который просто как бы, ну это модули, не модули, это набор тем, которые нужно было проработать. Вот как бы все желающие могли присоединиться и принять участие в этом событии, фактически войти и встать участниками определенного сообщества практики, которые в таком формате эту свою проблематику прорабатывали. Иногда как бы проблематика, там даже и проблематика не до конца была обозначена, то есть люди буквально в процессе обсуждения вот этих курсов, то есть там работало артикуляционное мышление в блогосфере, там блоги активно используются, вебинары, всевозможные социальные сервисы и сама проблема ставилась, то есть может быть проблема была не до конца сформулирована и уточнялись какие-то постановка проблемы, выявлялись противоречия, но в основном конечно там были эксперты определенные, которым нужно было, нужно было, нужна была трибуна можно так сказать, и они пользуясь этой трибуной, этим курсом и общаясь с широким кругом заинтересованных людей в рамках этого события, курса как события, они формулировали, артикулировали собственно какие-то результаты их мыслительного процесса, обобщение практики, обобщение теории, которые нужны на определенном этапе, это типичное, можно сказать, что это типичное явление для академии, когда в академии происходят определенные симпозиумы, не столько конференции, на которых люди выступают с докладами может быть, хотя выступления как бы можно рассмотреть эти открытые онлайн-курсы как серию докладов, открытых докладов, которые сопровождаются широким обсуждением в интернете, там дискуссии определенные, какими-то активностями, заданиями, которые даются дополнительно, чтобы поддержать эту дискуссию, но мне кажется, что лучше рассматривать вот это событие, массовый онлайн-курс, в том формате, как они появились, наверное, не как конференцию, как симпозиум, или даже симпосий, как у древних греков, такие куларные встречи, когда действительно заинтересованы люди и эксперты, у которых есть определенные мысли, может быть, не до конца оформившиеся, они встречались для того, чтобы вот эти мысли до конца оформить, поделиться какой-то практикой, и вот интересно, что конференции, которые проходили, например, в 2011 году, то есть это уже, можно сказать, поздние массовые открытые онлайн-курсы, потому что началось это все где-то примерно в 2008 году, они часто заканчивались тем, что люди какие-то резолюции формулировали, собирались в конце для того, чтобы выйти на какую-то официальную академическую конференцию. В 2011 году был курс по учебной аналитики, и любой желающий, вот эта сфера, она как бы активно развивалась, и возник там определенный консорциум, который занимается разработкой этой проблематики, у них там определенные публикации начались, то есть какие-то журналы, свои собственные издания пошло, и вот курс был приурочен, собственно, к, ну не то что приурочен, а он как бы был на разогреве у предстоящей конференции, то есть любой желающий, я повторюсь, он мог эксперт, не эксперт, он мог присоединиться к этому курсу, войти в круг вот этих проблем, каких-то противоречий, которые решаются, которые пытаются разрешить профессионалы, и как бы узнать о том, что будет такая конференция, может быть даже как-то поучаствовать в этом. Большое количество публикаций было не только в журнальных, большое количество публикаций было в блогах по результатам, то есть в результате прохождения вот этих открытых онлайн-курсов. Я хочу сказать, что у меня, например, ну вот мой личный результат был связан, то есть я, как бы так сказать, позже стал публиковать статьи в печатных изданиях, вот в этот период я очень много писал в блоге, и когда курс проводили, какие-то ключевые вещи, мне кажется, ключевые идеи были высказаны мною в блоге, и я стал замечать, вот мне даже редактор одного из журнала потом написал, говорит, Иван, вы знаете, вот как бы вас цитирует ваш блог, да, но как бы в научной периодике не принято цитировать блоги, а вот так вот получилось, что я вот узнал, что кажется, да, действительно, вот на мой блог пошли ссылки, потому что действительно очень серьезная работа, она в таком формате, то есть с этой точки зрения вот очень важно, да, я еще раз повторю, то, что открытые онлайн-курсы, когда они возникли, они имели характер, наверное, все-таки каких-то событий, да, то есть событий в жизни определенного профессионального сообщества. Если посмотреть, то есть вот это верхняя часть этого слайда, если посмотреть на нижнюю часть этого слайда, то здесь приведено определение, которое вот предлагает Наталья Викторовна Никулича, вот она пишет, что дистанционный курс, да, это образовательная среда, обеспечивающие условия для получения образования дистанционно, включающие в качестве компонентного состава целей, содержания, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть всю классику, которая, то есть здесь вот у нее в определении, то есть я не критикую, я просто говорю о том, что у нее в определении отражен, отражено классический взгляд на дистанционное обучение, но, во-первых, муки, они не вписываются в этот взгляд, и вот Наталья Викторовна, она, например, говорит об оценке на качество дистанционных, вот это слайд, чтобы было понятно, недавно прошел очень важный, очень важное событие случилось восстановление, возобновление семинара, который проводил, проводили коллеги из Федерального института развития, развитие образования ФИРО, семинара, посвященного проблем, проблем дистанционного обучения, и вот как бы первый семинар, после возобновления этой традиции, он был посвящен, как раз там было два доклада, один из докладов был, Наталья Викторовна уступала, она рассказывала про оценку качества дистанционных курсов и вот как оценку качества открытых курсов, таких массовых открытых курсов, эта проблема очень важна, потому что вот сегодня, чуть позже буду говорить, у нас развивается национальная платформа открытого образования, там будут эти массовые курсы, в том формате, в котором они теперь стали быть и нужно, естественно, говорить о качестве этих курсов, потому что они будут предлагаться в качестве альтернативы очным курсам, да, то есть мы это обсудим чуть дальше. Но я хочу сказать, что вот здесь то определение, которое предлагает Наталья Викторовна, я хочу немножко с ней поспорить, как бы, да, оно, мне кажется, оно о другом, да, потому что открытые онлайн-курсы, даже в том формате, в котором они стали быть, они совершенно о другом. Я вас сейчас буду в этом убеждать. Вот, когда курсы появились, чтобы было понятно, в 2008 году появились курсы вот в таком формате коннективистских массовых открытых онлайн-курсов. Коннективизм, как принцип, один из принципов обучения, он, ну, это, как можно сказать, теория обучения, можно сказать, принципам обучения, он очень, очень интересен, и мы с коллегами долго и нудно обсуждали его преимущества, недостатки, даже спорили, там, теория, не теория, это самостоятельно, не самостоятельно, это теория производная, как известно, к нам же теории. И я не буду сейчас останавливаться на коннективизме, я просто скажу, что вот в той форме, в которой я сейчас пытался охарактеризовать, да, что такое массовый открытый онлайн-курс, да, как события, там, что-то там, какие-то сообщества учебные, там, какие-то эксперты, любой желающий может присоединиться, там, блоги, еще там что-то, вот, это все как раз коннективистские массовые открытые онлайн-курсы, они возникают в 2008 году. Потом происходит очень быстрое развитие, куча курсов запускается с энтузиастами, вот мои курсы, курсы, которые я проводил, курсы коллег, украинцев, курсы, они объединяли коллег из Украины, из Белоруссии были коллеги, из России, из Казахстана, то есть, фактически все СНГ участвовало в них. Потом где-то между вот годом массовых открытых, год массовых открытых онлайн-курсов, это 2012 год, да, то есть, только через четыре года появляются курсы в таком вот американском формате, то есть, в том формате, в котором мы знаем сегодня массовые открытые онлайн-курсы, это такой называемый XMOOC, да, то есть, вот этот третий в списке здесь на слайде. А между ними где-то появляется еще интересный такой формат, как бы, сетевых воркшопов. И вот смотрите, я сейчас кратко еще раз их характеризую, вот массовый открытый онлайн-курс в канакийском формате, 2008 год. Это, как бы, по-простому выражаясь, такая онлайн-тусовка с экспертами, когда вы можете, да, узнав о том, что сейчас такое событие в интернете проходит, зарегистрироваться на открытые, то есть, там не надо где-то специально на какой-то платформе для обучения регистрироваться, вы знаете, что будет вебинар, дана ссылка, вы можете на него зайти даже без регистрации, вы можете там вообще пообщаться в чате, задавать вопросы, вы регистрируйте в блогах, вы находите, что вот вы на этих вебинарах узнаете, что вот, оказывается, есть какие-то блоги, там сейчас активное обсуждение идет. Вы читаете эти блогы, вы пишете комментарии, вы заводите свой блог, да, то есть, вы там в Facebook общаетесь, там в Twitter, может быть, да, то есть, это в буквальном смысле действительно такая онлайн-тусовка с экспертами и временная кооперация в социальной блогосфере. Кооперация в каком плане? В том плане, что вы вместе участвуете в этом сетевом, таком совместном артикуляционном мышлении, то есть, в ходе которого вы прорабатываете материалы, предлагаемые коллегами, сами что-то пишете, задаете вопросы, обсуждаете эти вопросы, и вот у вас как бы вырабатывается определенный корпус текстов, который служит, ну, как бы, Сименс назвал их артефактами осмысления, да, то есть, взорвалась блогосфера в процессе вот этого онлайн-тусовки, и остался какой-то результат, что сформулированы какие-то, проработанная проблематика, да, то есть, вот потом бери, в буквальном смысле бери, из этих текстов делай статьи, или бери из этих текстов, там, формулируй себе четко аппарат исследования для какого-нибудь, там, не знаю, небольшого собственного исследования, что коллеги обозначили проблему, вот у меня там свой взгляд на эту проблему, я там формулирую какую-то гипотезу, и в своем образовательном учреждении, скажем, провожу эксперимент, а еще через полгода у меня вот есть статья, да, то есть, вот так работали коннективистские курсы. ТМУК, да, вот эти ТМУК, Т, это так, это от слова ТАСК, ТАСК, это задача, задание, да, то есть, это курсы, которые были построены не по принципу там тусовки и вот такого вот кулуарного обсуждения, да, в открытом формате, а они были построены по принципу выполнения заданий, да, то есть, этот формат родился в результате экспериментов коллеги из университета Мэри Вашингтон, Джим Грум, и вот его известный курс, вот в наших кругах он очень известный, так называемый курс Digital Storytelling 106, он был построен на заданиях, то есть, Джим Грум проводил со своими студентами курс, в котором он их учил использовать сетевые и там онлайн инструментарий для того, чтобы, как бы, выстраивать какое-то цифровое повествование, там, допустим, цифровая журналистика, там и так далее, и вот весь курс был построен из серии задач, и эти задачи были опубликованы в интернете, любой желающий мог отправить, как бы, ответ решения на эту задачу ему туда, на сайт, на котором все это было организовано, а сайт был организован как блок, то есть, любой желающий, не только его студенты, мог прислать ему, как бы, ну, вот, а я так выполнил это задание, вот мой результат, там, скажем, афиша к чему-то сделана или там какой-нибудь ролик записан, да, вот там задание будет, скажем, сделать ролик на определенном содержании, и, а кроме того, студенты могли предлагать свои собственные варианты заданий, да, вот если здесь там было интересное задание, Джима его добавлял с курс, там, и своим студентам предлагал, вот еще и так вот интересную задачу можно выполнить, вот тоже потренироваться, вот такой, как бы, открытый сетевой воркшоп, и интересно то, что вот к этому воркшопу присоединились другие университеты, где были аналогичные курсы проводились, и возникло такое, как бы, распределенное сообщество, которое в разное время, в связи с тем, что в разных университетах этот курс, как бы, в разное время стартует, проводится там в разном объеме, это, ну, может быть, там курс немножко другого плана, но вот содержит и не перекликающийся какую-то, какие-то практическую работу, в разное время вот это сообщество распределенное, оно взрывалось контентом, потому что то там кто-то что-то делал, то тут кто-то что-то делал, то есть вот такой формат, вот как бы, распределенный сетевой воркшоп, а потом в двенадцатом году вдруг появляются, ну, в одиннадцатом, двенадцатом году появляется этот формат онлайн-курсов, который выглядит вот так, как мы сейчас привыкли, то есть серия роликов, говорящая голова, когда записанный профессор что-то рассказывает, и эти ролики сопровождаются какими-то материалами для контроля, то есть там какие-то тесты нужно выполнять, какие-то задания нужно выполнять, как правило, это онлайн-лаборатории, и вот это все залить на платформу, на которой происходит обучение. И что самое интересное, эта платформа, она, это не Moodle, это не Blackberry, не Blackberry как-то называется, не Blackboard, не Moodle, не Blackboard, не там какие-нибудь системы обучения, которые вот у нас используются, да, то есть это как бы там не было какой-то онлайн-платформы, традиционно-академическая онлайн-платформа, там была какая-то сайт, разработанный программистами, который вот собственно как бы позволял зарегистрироваться, смотреть эти говорящие головы, отвечать на тесты и видеть свой результат в конце, да, то есть это не дистанционный курс, то есть вот эти все три варианта, три формата MOOC, да, они не подпадают под определение традиционно-дистанционного курса, когда, то есть то, что коллеги традиционно разрабатывали, потому что вот если мы возьмем, например, методику дистанционного обучения, ну как просто как ссылку, что конкретно, да, методика дистанционного обучения, вот есть книга, она написана по курсу, который разработали коллеги Марины Ефимовны, Вайндорс и Суева, Татьяна Грязнова и, вот не помню, к сожалению, имя просто назову фамилию Шитова, где описана методика организации проведения дистанционных курсов, и как бы если вы посмотрите, как коллеги проводят традиционный дистанционный курс, если вы не знаете, там есть определенная система дистанционного обучения, там есть определенная структура в дистанционном обучении, вот в таком формате, это как дидактическая система, там есть, собственно, все традиционные категории, которые отражены в определении у Натальи Викторовны, там есть в таком обучении содержание, цели, методы, там все четко прописано, да, методы, формы, средства, а вот эти вот три, то, что вот на слайде, тут как бы это все очень расплывчато, то есть если вы хотите проводить обучение в формате, скажем, сетевого воркшопа, ну какие там у вас средства, вы, скажем, используете сайт, но это не система обучения, вы хоть пытаетесь характеризовать форму, ну а форма, это смешанное обучение, для тех, кто учится у Джима очно, это смешанное обучение, потому что они учатся и в онлайне, и очно с ним встречаются, там, ну то есть как бы это можно как-то еще характеризовать, под какую-то форму подвести, а те, кто просто вот в интернете зашел на его сайт, увидел там, что какие-то люди где-то там делают какие-то гифки, а я тоже хочу сделать такую гифку, я сделал эту гифку, отправил туда на сайт, и моя гифка там на сайте появилась, вот это обучение или что вообще, как это характеризовать, это дистанционное обучение, дистанционный курс или что, вот я же участвую в каком-то неформальном обучении, да, то есть, а курс, вот этот курс, чтобы понимать, он живет, именно, то есть, вот, ТМУК, да, у Джима Грума, это не то, что происходит в аудитории, не только, не только он работает со студентами, то, что в сети происходит, то есть, вот этот феномен, да, вот эта сетевая, какая-то активность сетевого сообщества распределенного, который сообществом практики ты не назовешь, потому что там нет вот этих четко выраженных трех характеристик, которые, трех атрибутов, которые характеризуют сообщество практики, то есть, определение по Венгеру и Лав, да, то есть, это просто какое-то распределенное сообщество энтузиастов, которые там захотел, там какое-то здание выполнить, вроде чему-то научился, да, То есть это какое-то стихийное, даже информальное, то, что не информальное, это информальное обучение. То есть вот этот феномен массовых открытых онлайн-курсов, он не подпадает под эти классические определения дистанционного обучения. И здесь у нас с вами возникают очень неудобные вопросы. Неудобные вопросы какого плана? Во-первых, четко, чтобы было понятно, массовый открытый онлайн-курс это не дистанционный курс в тех классических определениях, которые мы традиционно даем дистанционным курсам. А если это не дистанционные курсы, мы хотим, например, говорить о качестве открытых онлайн-курсов. А как мы можем говорить о качестве открытых онлайн-курсов, если мы подходим к ним с точки зрения качества дистанционных курсов? Ну, в дистанционных курсах понятно, там есть определенная характеристика у этих курсов. У нас там есть четко выстроенная дидактическая система, которую можем охарактеризовать с точки зрения ее компонентов. И мы можем оценить качество этих компонентов, качество преподавания и так далее. А здесь, собственно, и о преподавании как таковом-то речи нет в этих массовых онлайн-курсах. Потому что если вы возьмете онлайн-тусовку, ну какое там преподавание? Это тусовка, благосфера и все остальное. Если вы возьмете темуки, то есть там тоже преподавание нет, это какое-то самое обучение. Если вы возьмете массовое открытое онлайн-обучение в формате вот Coursera, это говорящий головы тест. То есть это можно как-то подводить под программированное обучение, но это тоже не программированное обучение. Там нет тех вот вещей, которые традиционно у нас ассоциируются с программированным обучением. Там, конечно, есть какие-то элементы адаптива, какая-то рекомендательная система. Но на уровне курса это просто, грубо говоря, свалка материалов, где ключевой материал это видео с говорящей головой. И система, которая автоматически вам вставляет цену, если вы пройдете тест. То есть это не дистанционный курс традиционного понимания. Зачем они нужны? Это, допустим, для академии и для энтузиастов, которые в интернете хотят участвовать в жизни академии каким-то образом, посещать открытые лекции, например, участвовать в дискуссиях на доступном им уровне. Вот для них, скажем, коннективистские курсы это замечательно, потому что ты можешь влиться, посмотреть вообще, о чем говорят эксперты. Если вас, скажем, интересуют те же проблемы онлайн-образования или проблемы медиа-образования, для них эти курсы это замечательно, потому что они могут поучаствовать в этом событии. А говорить о том, что, скажем, целенаправленно там какое-то вузовские курсы заменить вот этими, не стояла такая задача заменить вузовский курс вот этими открытыми онлайн-курсами. Стояло, как бы, возможно, вопрос состоял о том, что возможно проводить какие-то семинары, может быть, да, семинары в такой форме, привлекая внимание широкого круга энтузиастов. Это не только те, кто не ученой степени, а те, кто, как бы, имеет интересные мысли, да, что-то высказать по этому поводу. В том числе вот студенты, которые обучаются, и они делились своим опытом, то, что была понята проблема, очень важная проблема, скажем, навыков, вот навыков обучения в таком формате, да, вот навыков обучения в сетевом формате, да, это животрепещущая проблема, потому что мы все больше и больше изучаем в онлайне, в онлайне. Те, кто умеет учиться в онлайне, но оказывается, что очень многие могут учиться в онлайне, возникают проблемы, нетривиальные проблемы у студентов, даже, казалось бы, у тех, кто неплохо учится в очном формате, там, ну, считают, что он умеет учиться, то есть он научился учиться, а тут он приходит в онлайн, он понимает, что, ну, в таком новом формате для него это, тут, оказывается, как бы, нерелевантен, а нужно учиться в таком формате, да, а как учиться в таком формате. Вот эти проблемы, они были как раз артикулированы в этих онлайн-курсах. Если же говорить, например, о попытке заменить академические курсы по дисциплинам, вузовским дисциплинам форматом вот этих говорящих голов, да, вот этим форматом американских онлайн-курсов, то здесь тоже я хочу сказать, что такая задача, она как бы и не стояла, может быть, изначально. Вот если посмотреть, когда стали появляться такие сайты, которые предлагали вот эти курсы, да, формат говорящей головы, стали появляться такие сайты, как Coursera, Udemy, Udacity, сначала был MidEx, то там, вот, например, Udacity, когда появился, там идея была очень простая, что есть какие-то навыки практического характера, которые нужно быстро передавать, а университет, скажем, не может предоставить курсы, которые, ну, как бы, ну, сложно в университете быстро разрабатывать курсы, предлагать их студентам тут же на лету, а профессионалы в профессиональном сообществе, они могли бы, скажем, делиться своим опытом, но не в формате университетского курса, в формате онлайн-курса, и вот, как бы, ну, можно взять профессионала, записать, записать цикл коротких лекций, вот этих роликов с говорящими головами, предложить какие-то задачи, практические задачи, да, которые, но, опять же, это задачи были, например, сферы программированной, сферы, там, каких-то цифровых компетенций, то есть, то, что можно выполнять на компьютере в режиме онлайн, да, там, те же, те же программы можно было отправлять на сайт, на сайте они тут же выполнялись, там, ну, как бы, результат подсчитывался, и человек тут же получал мгновенную обратную связь, да, то есть, как бы, опять же, под конкретные задачи вот эти курсы были предложены, и это был professional training, да, то есть, как бы, подготовка профессионалов для выполнения конкретных задач, да, то есть, университет от университета, вы получаете широкий профиль, а если вы хотите научиться срочно решать какие-то вот задачи, то, что вот сейчас вот такой вот горячий, да, в вашей профессиональной среде, то вот вы можете, как дополнительное образование, не в университете, да, дополнительное образование, не в университете, получить вот на этих открытых онлайн-платформах. Кстати, есть различные форматы, не только же форматы MOOC, есть форматы, например, просто онлайн-воркшопов. Тот же сайты типа Skillshare, они не были ориентированы на MOOC, у них там свой формат был, в MOOC возник, как еще один формат. Но вот когда появилась Coursera, там была попытка прочитать вузовские академические курсы в таком формате. И эта попытка вызвала эйфорию у профессора, которая этим занималась, ну вот эйфория на почве чего? На почве того, что если, допустим, обычно университетский курс слушают по аудитории человек на 200 в лучшем случае, если там большой университет и курс читается потоком, то здесь на курс могли записаться не 200 человек, а, скажем, 200 тысяч человек. И поступали, естественно, отзывы от людей, которые не имели возможности учиться там в американских университетах. А вот онлайн-курс прошли, они познакомились с этой дисциплиной, там какие-то задания выполнили, что кто-то у них получил. То есть, как бы, это было очень интересно в том плане, что вот такое дополнительное образование людям, которые не имеют возможности поступить в университет, можно было получить через вот такой формат говорящей головы. Но опять же, никто не говорил о замене, или если говорили, то говорили очень осторожно, о замене университета вот такими онлайн-курсами. В основном говорили как о дополнительном образовании и образовании для тех, кто не имеет возможности учиться в университете. Но предполагается, да, что если человек... Для чего человек получает это образование? Для того, чтобы со временем войти в эту среду, и, может быть, оказаться, в конце концов, в академических кругах, там, в конце концов, поступить куда-то, да, наконец, просто поступить куда-то, да, и в полном объеме заниматься каким-то вопросом, изучать его, или, там, может быть, дальше, если имеется высшее образование, может быть, выбрать программу для, там, скажем, какой-нибудь постдиплом, дополнительного чего-то, чтобы в эту сферу дальше двинуться. И вот, что дальше нужно здесь для себя? Ну, вот в любом случае, я хочу еще раз отметить, да, в любом случае MOOC – это недистанционный курс в том понимании, за который мы продолжаем сегодня цепляться. И это очень опасно. Почему? Потому что, если мы сейчас уже вынуждены говорить о качестве онлайн-курсов, потому что, если мы заменяем на каком-то этапе академический курс вот такой вот говорящей головой, то нам нужно быть уверены в том, что этот курс предоставляет определенное качество обучения. То есть он способен гарантировать качество обучения. Как мы можем говорить о качестве такого курса, если мы пытаемся говорить о качестве, на самом деле, совершенно другой вещи? Да, о качестве санкционного курса. MOOC, он является санкционным курсом в этом понимании. То есть эти все наши метрики, эти показатели, они просто к нему не применены. И вот если подумать еще раз о проблеме, с которой мы столкнулись. Я ее в одной из своих статей, ну, здесь ссылка на Киберленику, сейчас многие статьи на Киберленику можно прочесть. Поэтому я сразу вам ссылку даю. Я что написал? Еще в 15-м году. То есть на самом деле, кто сегодня пришел и не знаком с этой проблематикой, просто чтобы вы понимали, уважаемые слушатели, мы с коллегами очень давно обсуждаем эту проблему. И какие-то вопросы, противоречия, они уже нащупаны. Видите, я вот пишу о том, что в настоящее время, в настоящее время это 15-й год был, да, то есть, казалось бы, 4 года назад. Нет четкого понимания, да, как использовать вот эти курсы в вузовской, в условиях вузовского образования. Потому что возможности на самом деле очень интересные. Потому что вы можете приглашать экспертов в открытый онлайн-курс там из другого университета, еще откуда-то. Вы можете вовлечь своих студентов в дискуссию, которая ведется на очень высоком уровне. Обсуждается с людьми буквально людьми, которые стоят на переднем краю какой-то проблематики. Вот, например, если говорить о дистанционном обучении, курсе, который, дистанционные курсы в самом дистанционном обучении, о том, что все проходило, затем открытые, первооткрытые курсы. Если бы мы туда увлекались своих студентов, а коллеги некоторые бы приглашали туда своих студентов, они тоже как бы варились в этой каше, то представляете, что такое для студента оказаться на переднем краю, реально иметь возможность общаться с людьми, которые не просто ради отчетности пишут раз в год какие-то научные статьи, а люди, которые работают над этим, эти проблемы обсуждают. И участвуя непосредственно в этих курсах, проживая вот эти проблемы, сложности, которые возникают, те же навыки обучения в таком формате, все это вот здесь же жило формулировать. Кто-то запросто мог стать, скажем, автором какой-то статьи, если было желание, потому что коллеги кооперировались, разрабатывали какие-то проекты, какие-то свои методические разработки тут же в рамках этих курсов делали, опросы проводили, то есть там была уже экспериментальная база для написания статей. То есть это очень, возможности поистине замечательные, но остается непонятным до сих пор, как вот эти курсы в таком формате интегрировать в вузовское обучение, потому что тут требуется очень серьезная работа, потому что методическая работа. И много, вот я говорю, многое остается неясным, вот эти, например, навыки, да, ну а как учиться в таком формате? Вот, секундочку. У нас была еще одна, еще одна интересная проблема. А, ну вот я сейчас на чат отвлекусь, что-таки, я думаю, сейчас самое время сказать, хотя мы к этому вернемся. Вот Галина Васильевна спрашивает, а как же тогда проект современной цифровой образовательной среды? Я сейчас о нем скажу. Вот проблема в том, что вот этот проект, он игнорирует проблему, которую вот на этом слайде обозначено. Видите, что в настоящее время нет четкого понимания. И это очень опасно, то, что эти проекты, национальные проекты, приоритетные, игнорируют такую проблему, потому что мы уже столкнулись, был прецедент, если вы следите за публикациями на эту тему, был прецедент в Дальневосточно-федеральном университете, который в Владивостоке находится. А этот университет на острове Русский, в Владивостоке, он постоянно собирает сейчас коллег в Дальневосточно-федеральном округе для обсуждения различных проблематик, вот как раз развития цифровой образовательной среды. И там, с одной стороны, как бы фронтир, вот Дальний Восток, вот рубеж, вот где встает солнце, откуда начинается Россия, с Дальнего Востока. И там, как бы, казалось бы, по идее, должны быть самые инновационные разработки, и все должно быть очень замечательно. Но вот что делают в Дальневосточно-федеральном университете. Студентам одного из направлений, этой осени, минувшей осени, то есть в этом учебном году, вместо курса по высшей математике предлагают, а вот твой курс по высшей математике будете проходить онлайн, то есть у вас не будет лекции, у вас будет онлайн-курс. Курс от лучших, от МГУ. Студенты записываются на этот курс, ну, ты должен зарегистрироваться, естественно, значит, тебе там зачет-то не поставят, они начинают проходить этот курс, преподаватель, свой преподаватель, у них остается в качестве консультанта, чтобы там контролировать как-то прохождение этого курса, и они садятся в лужу, потому что студенты не умеют учиться в таком формате, вот эти курсы, они, я говорю, это не дистанционные курсы, это все что угодно, но только не дистанционный курс. Они не могут учиться в таком формате, у них возникают проблемы, преподаватели, выделенные им для консультирования, он сидит с ними, лихорадочно прорешивает задачи, которые они заваливают, не могут учить, потому что, как бы, понять, потому что они, как бы, преподавание в таком формате, оно для них ни о чем, то есть им нужен живой преподаватель, который будет объяснять, с учетом реального уровня вот этих студентов, которые поступают на Дальнем Востоке в университеты. Они пишут бумаги обращения к реактору с требованиями, поставить им нормальный курс, что это такое, а где нормальный курс, что это такое там в онлайне, там с ним происходит. Преподавателям говорит то, что нет, ребята, как бы, будет онлайн, как бы, живите с этим. И вот, собственно, ответ на вопрос, а как же тогда проект СТОС? А вот так проект СТОС, если мы игнорируем вот эту проблему, то есть давайте уберем курсы, да, вместо лекции поставим муки, и мы столкнемся вот с такими проблемами. Представьте такую проблему в национальном масштабе, если мы во всех университетах сегодня, все курсы по тем, по которым уже есть муки в национальной платформе открытого образования, просто уберем лекции, скажем то, что вы будете в онлайн учиться, а там какие-то выделенные ассистенты с кафедры будут что-то с вами делать, как-то у вас там консультировать, чтобы время от времени там следить, типа куратора, который будет следить, чтобы вы там вовремя сдавали задачи, и в конце получили оценочку, сертификат принесли в деканат, и в деканате вам уже свой преподаватель, там декан или завкафедр, вы уже как бы перезачел, да, что вы прошли, и вот я вам ставлю зачет. Мы столкнемся с этой проблемой. И вот я на слайде вот здесь вывел, смотрите, перевернутое высшее образование, вот перевернутое, мы с коллегами очень долго говорили на тему, а это тоже был 12-й год, 11-й год, когда мы говорили на тему тогда модного, очень flipped learning, перевернутое обучение, или еще мы называли его обратное обучение, вот по-английски были, не было так, какие технологии, inverse instruction, или reverse instruction, да, то есть как бы обучение в обратном формате. Что подразумевалось? На самом деле это один из форматов смешанного обучения, когда заранее, то есть заранее дается задание студентам, подготовиться, то есть им не вычитывается лекция, им говорят то, что вот есть материал в интернете, его готовит сам преподаватель, но это может быть не совсем его, скажем, лекция, или его материал, он может их найти в интернете, но он их отбирает и структурирует, и дает задание, то есть вы придете ко мне завтра на практику, а сегодня вы должны дома вот это почитать, там может быть какие-то задачи есть в онлайне, там может быть тестик простенький, проверь себя, который вы ответили, и вы к ней приходите, то есть обычное как бы не перевернутое обучение, ну как строилось лекция, потом практика, а тут как бы наоборот, то есть вы лекции нет, вы лекцию смотрите в онлайне, сами готовитесь, а потом приходите на практику, я вам собственно показываю, как вот то, что вы изучили, оно вот как его применять, на конкретных кейсах, и вот когда мы обсуждали это перевернутое обучение, очень долго было с коллегами недопонимание, особенно в школьной среде, потому что перевернутое обучение, оно как бы, оно было и в школе, ну там, от американцев все пошло, оно было и в школе, и оно было и в университете, вот в университете чаще применяли не перевернутое, не фликт, а говорили inverse instruction, когда преподаватель выкладывал свои материалы в интернет, для ознакомления, потом как бы у него там на лекциях, вместо лекции практика была, да, и вот, кстати, один из пионеров, который так делал, это был, это был Эрик Мазур, он там в американском университете проводил такие занятия, вот тоже интересно, можно погулять, у меня в блоге, у коллег можете поинтересоваться, можно найти информацию об этом перевернутое обучение, то, что мы писали, и вот я был на одной из конференций учительских, в 2012 году, и там, вот, вот, мнение, которое бытовало тогда, оно, оно, было высказано учителями, как вот с тревогой они высказывали, да, то есть бытовало мнение тогда, что учителя как бы заменяют говорящей головой, или роликом в интернете, а то и вовсе компьютером в стене, вот тогда еще как бы была вот эта, как бы был очень популярен Сугата Митра, с его, с его там экспериментом, когда дети в Индии, у которых не было учителей, им встроили в стену, в общественном месте компьютеры, они как бы сами занимались этим компьютером, никто их не учил, они там сами разобрались, чему-то как бы могли научиться, и вот учителя были беспокоены, что вот это переверно-то обучение, как бы вот дети все в интернете проходят, как бы и учителя заменяют компьютером, и так далее, то есть как бы, чем же мы тогда будем заниматься, на что всех уволят, и собственно мы наконец поняли, как бы разбираясь, что нет, учитель не то чтобы освобождается от работы, а он напротив еще серьезнее должен работать, при такой организации образовательного процесса, причем вот его работа, она уже носит не бумажный характер, не такой показушная суета, а она приобретает характер серьезной методической работы, которую слишком многие на самом деле просто не умеют выполнять, потому что вот смотрите, чтобы организовать обучение в таком формате, мне нужно серьезную методическую задачу решить, потому что мне нужно с учетом уровня моих студентов или моих учеников, отбирать им материал, то есть я не могу им просто назвать какой-то курс в интернете, вот смотрите и все, я должен по крайней мере смотреть, тогда уже навременно снимет этот курс, проходите навременно с ними этот курс, если там, скажем, я вижу то, что есть какая-то методическая задача, она просто не решена вот этой говорящей головой, значит я должен найти какой-то другой материал, это правильно их дать и так далее, а в очном, когда они ко мне возвращаются, приходят в аудиторию, я должен активно с ними постоянно прорабатывать какие-то проблемы, объяснять им, то есть невозможно заменить просто лекции вот этими муками, и вообще весь академический курс заменить муками, и ожидать, что студенты чему-то научатся, потому что они ничему не научатся, вот даже если вы почитаете вот эти книги моих уважаемых коллег, кстати, это замечательная книжка по методике стационарного обучения, я рекомендую с ней ознакомиться, Марина Ефимовна мне ее подписала, кстати, свежая относительная книга, в 2017 году она, по-моему, издана, там тоже написано то, что современный, там дан портрет современного обучающегося, там написано то, что современный обучающийся не готов учиться вот в этом новом формате, а кроме того формат постоянно меняется, я же говорю, что посмотрите массовые курсы, что это такое, это уже не тот традиционный дистанционный курс, это что-то новое совершенно, и вот я обращаю внимание на чат быстренько, Евгения Юрьевна Широкова пишет, Татьяна Черниговская говорила о том, что обучение онлайн не дает требуемого опыта, это может быть изучение теории, но практика должна быть на практике, тем более, что современные технические системы, управляемые компьютерными программами, механизмами, например, бывают достаточно сложны, Да, ну как бы там дальше добавляет Галина Васильевна Ившина пишет, тоже Черниговская много говорит о загрузке мозга, потому что сложнее, поэтому чем сложнее, как она считает, тем лучше, ну да, мозг надо загружать, конечно, вот понимаете, чем хороши были канадские муки, тем, что они как раз загружали мозг проблематикой в таком теоретическом, как бы это, вот сам курс, он был направлен на то, чтобы, ну понимаете, как американцы выражаются, ощупать, да, осизать проблемную область, это очень важный вид деятельности, когда мы, как бы рефлексируя, да, обращая внимание, экспертное сообщество, да, и просто энтузиасты, те, кто учится, или те, кто там участвует, там, профессионалы, в этой профессиональной среде, или те, кто связан с этой профессиональной средой, так или иначе, они, вот, они, вот, иначе. Продолжение следует... Конечно, в формате МУК, канадского МУК, курс по высшей математике не прочитаешь, потому что там вот такой традиционной практики нет. Но вы в формате МУК могли бы, канадского МУК могли прочитать, скажем, курс по какой-нибудь гуманитарной дисциплине, допустим, по философии или по тому же праву, что какие-то вопросы такие, общественные науки, например, кейсы разобрать. Все это замечательно, очень работало в таком формате. А математику можно, скажем, в формате говорящей головы изложить. Но опять же я говорю, что вот те проблемы, которые я озвучил, что должен быть живой преподаватель, который за этой живой головой следит. И при необходимости он может выбрать другую живую голову или какой-то другой материал подобрать или что-то свое вставить для того, чтобы решать. Вот я говорю, решать здесь и сейчас с конкретными студентами конкретные методические задачи, а они возникают. И поэтому, вот идя дальше, я хочу еще один момент, ну, мы можем к концу идем. Я хочу немножко вскрыть проблему, да, вот почему у нас такие проблемы, к чему мы сейчас пришли в итоге. Вот на этом слайде я привел портрет Ивана Ильича, которого многие из коллег читали. Многие из коллег, в том числе я, которые были увлечены идеей такой утопии, утопии неформального образования. Дело в том, что Ильич написал, кто не знает, он написал книгу, которая называется «Общество без школ». Ну, вот я здесь зачеркнул, да, не «Общество без школ», как бы «Общество без университетов». Как бы пародирую название книги. В оригинале книга называется у него «Deschoolization», да, то есть как бы «Дешколизация», да, то есть как бы уход от школ, расшколивание общества. То есть Ильич, он говорил о том, что в обществе есть в развитом, вот очень важно, почему мы, где мы не так поняли Ильича. Что Ильич описывает утопическое общество, общество, которое находится на таком уровне своего развития, на котором функции школы, она распределена в обществе между всеми его членами. То есть все члены общества настолько развиты, и сам образ, уклад в социальной жизни в обществе таков, что буквально город становится школой, что все взрослые учат детей, они достаточно образованы и так далее. Там есть элементы обучения педагогики, прагматической педагогики, когда тебе не нужны школьные предметы, тебе нужны просто проекты, которые ты выполняешь сам, что ты планируешь. А рядом, что у Ильича добавляется, есть в сообществе, в твоем локальном сообществе достаточно развитые взрослые люди, которые могут с тобой делиться своим опытом. И ты у них в такой стихийной форме какой-то опыт от них подчеркиваешь. Эти же идеи, они развивались, частично развивались в рамках, значит, школы возникшей, ну как бы не школа, а как бы такого сообщества, возникшего вокруг Пиаже, вокруг Сеймура Пейперта, вокруг Митчелла Резника. То есть вот и наши коллеги из нашего профессионального сообщества, они находились, находятся под влиянием Ильича. Но вот еще раз я говорю, что где мы Ильича неправильно поняли, что его учебная паутина это утопия, это некое идеальное такое состояние общества, которое может самоорганизовываться и учить. И без специального костыля, да, вот такого как школы, да, формальной такой структуры, то есть не нужен этот костыль, мы достаточно развиты, чтобы без него учиться. И вот, а мы это все переносим еще и в интернет, потому что вот идея учебной паутины, которая писает Ильича в своей книге, она очень интересно ложится на, она очень легко ложится, и как бы есть соблазн ее тут же перенести на то, что происходит в интернете. Как вот мы в интернете объединяем какие-то сообщества, там что-то разрабатываем вместе, делимся опытом. Вот это, собственно, учебная паутина, вот эта учебная паутина служит прообразом этих наших замечательных сетевых сообществ, которые вот как раз описал Ильич. А сегодня мы к чему пришли? Мы пришли к тому, что, ну вот, коллеги и канадцы, которые организовывали свои массовые открытые онлайн-курсы, они рефлексированы тем, что вот кто-то в этих курсах успешно что-то для себя приобретает, так кто-то в этих курсах побораккался, и у него как бы когнитивный диссонанс и разочарование, потому что вроде как все куда-то движутся, а я вот теряюсь, там много материала, все о чем-то пишут, и вот, а что я должен делать в этом курсе? Тут нет четкой программы обучения, тут нет четкой цели, я еще раз повторю, там нет учебной цели, там есть организационная цель собраться, поболтать, что-то родить. Там нет как бы четкого содержания обучения, потому что все на ходу, да, то есть там даже вот Кармье, например, говорил о ризоматическом обучении, когда учащиеся сами задают содержание обучения. Им интересно вот это, ну давайте двинемся в эту сторону, как более-менее преподаватель их, как модератор, в каких-то рамках держит, но вот если вам интересно, давайте эту тему подробнее рассмотрим, да, то есть там нет четкого содержания обучения. То есть то, что учащиеся сами напишут, предложат, добавят, оно тоже полноценный учебный материал считается. И коннективисты, они обнаружили то, что не все могут так учиться, то есть вы устроили вот эту учебную паутину, а в этой учебной паутине кто-то в ней что-то там сплел свое, а кто-то в ней запутался. И вот как бы, а запутываются, оказывается, что большинство. И да, он в конце концов написал в своем блоге, он сформулировал, что MOOC это тусовка для тех, кто умеет так учиться, а те, кто не умеет так учиться, они окажутся за бортом. И вот этот прецедент, который произошел в ДВФУ с этими студентами, которым включили курс на централизованной платформе открытого обучения, открытого образования, он показывает то, что они не готовы. И вот здесь вот тоже наши же коллеги пишут, что даже если у вас есть традиционный дистанционный курс, выстроенный вот в этой системе, где у вас все есть, где у вас там есть методика, четкая цели, содержание, план, преподавание, обратная связь, все равно коллеги пишут то, что студенты не готовы, то есть нужно решать вот эту проблему, то есть они не готовы так учиться. И даунс, вот он, нащупали конактивисты эту проблему, мы не готовы так учиться, то есть вы сделали эту паутину, а для кого эта паутина? Вот даунс отвечает, для тех, кто умеет, а остальные, что с остальными делать? И вот мы, проблема в чем, что мы сегодня не понимаем этого, когда говорим о том, что MOOC вместо лекции, да, MOOC вместо лекции, это фиаско, нас ждет большой провал, если мы сделаем это так, как есть, да, вот просто заменим и нырнем это все с головой. Потому что на самом деле студентам нужны лекции, студентам нужны семинары, им нужно собеседование, потому что вот другого механизма приобщения к университетской культуре, да, обучение в вузе, это вот именно погружение, потому что если у вас нет погружения, вы просто многие дисциплины в вузовские не в состоянии освоить, потому что там нужен определенный, определенный, как бы стиль мышления для того, чтобы осваивать вузовские дисциплины. А приобщение к этой культуре, оно на данном этапе развития нашего общества, то есть, да вообще на любом этапе, вы пришли в университет, университет живет определенной культурой, там есть определенные формы функционирования. Лекции, они нужны не только студентам, они нужны преподавателям, потому что лекция это как бы, это артикуляционное мышление, потому что если преподаватель не формулирует свою мысль в таком живом режиме, то он очень много теряет. Особенно если он читает лекции по, это какие-то спецкурсы по проблематике, которые непосредственно разрабатывают, то есть, ему это нужно. А если лишить его этой возможности, ну останутся какие-то семена, ну останутся какие-то встречи, ну а общение с коллегами, общение со студентами, которых можно было бы вовлечь в этот круг проблем и задач, которые они решают. То есть, нам, когда мы говорим о построении учебной паутины с помощью основной платформы открытого образования, вот в таком формате, что мы просто замутили и оно все работает, это не работает. У нас ждет очень большая проблема, которую мы будем пытаться продавить, если мы закрываем глаза, а мы, к сожалению, закрываем это глаза, потому что, если вы послушаете наших коллег, коллег от чиновничьего аппарата, который продвигает эту платформу, если вы почитаете сам проект, приоритетный проект цифровой образовательной среды, то там какие-то вещи, формулировки даны, но понятно, что эти формулировки, они даны, с одной стороны, с точки зрения информатизации, то, что мы продолжаем наращивать этот ресурс коммуникационный, с другой стороны, мы создаем ресурсную базу, то есть, с чего даже образовательные ресурсы создаем, а с другой стороны, там еще аспект, связанный с регуляцией, то есть, там какие-то правовые аспекты разобраны, но там нет вот этой проблемы, которая нас ждет, которая на нас свалится. А свалится на нас вот то, что мы сейчас активно, опять же, пытаемся саботировать в нашем профессиональном сообществе, но саботировать в каком плане? Активно отмахиваясь и говоря, что этого нет. Ну вот цифровизация, да, не ждали, а вот она цифровизация. Кто-то говорит то, что, ну это модное словечко, которое там кто-то где-то от чиновников образования активно использует, но это не только чиновники его используют. Я вас уверяю, коллеги, что цифровизация, в цифровизации как бы есть не только аспект, хайповый аспект, потому что сейчас модно говорить цифровизация, что же такое цифровизация, кто нам объяснит. Можно объяснить, что такое цифровизация, я сейчас как раз активно работаю над этой проблемой. У меня уже сформулировано рабочее определение, если интересно, чуть позже я о нем, будет у меня доклады. Пока я не заявил об этом докладе, но я об этом скажу, я прорабатываю статью. Обязательно коллеги с вами поделюсь, чтобы вы могли потом мою точку зрения, мое определение, эту проблематику, которую я вижу, с моим глядом познакомиться. К сожалению, какие-то очень актуальные статьи, которые нужно здесь и сейчас, какие-то мысли поделиться, они всегда за позданием поступают. Почему? Потому что, знаете, что требуется время на публикацию. Во-первых, я еще не закончил работу, во-вторых, несколько месяцев придет, то есть, чем она появится в печати, и журналы, они не всегда открыты. Ну вот, кому интересно, я могу поделиться заранее, перепринты выслать, даже можно с вами подискутировать на эту тему. То есть, я уверяю, что цифровизация, то, к чему мы сегодня пришли, это не просто модное слово, это то, к чему мы пришли. То есть, цифровизация описывает очень важный этап в информатизации образования. То есть, это этап, текущий этап информатизации. У него есть отличительные характеризующие его черты. И проблематика, важная, актуальная проблематика и актуальные противоречия, они как раз могут быть сформулированы за счет того, что мы обращаем внимание на вот эти вот ключевые черты, которые характеризуют цифровизацию. То есть, сквозь призму рабочих определений, которые мы с коллегами, да, оптимистами пытаемся сегодня дать, они отчетливо очень проступают. И становится понятно, что нужно сегодня это прорабатывать, иначе потом будет просто поздно. Потому что нас ждет вот этот фиаско, когда мы запустим в полной мере вот эту национальную платформу, всех на нее подвяжем, и будем делать вид, что она работает. А у нас везде будет массово по всей стране вот такие проблемы, как в ГЛУФУ случилось, да, когда студенты просто заваливают курсы, потому что они не могут учиться. И мы просто скажем то, что, ну, значит, тупые студенты, да, давайте их отчисляем. Ну, а давайте всех отчислим. Кто останется-то? А то и вузы, может, придется тогда закрывать, если он с контингентами будет. Так вот, собственно, завершая свое выступление, я хочу сказать о тех трех направлениях. Так, сейчас сферочку глянем в чат. Но в любом случае я хочу сказать то, что цифровизация, да, чтобы она неизбежность, да, то есть, во-первых, да, нам, скептикам, в первую очередь, да, вот, если среди нас такие есть сегодня, во-первых, пора перестать отрицать цифровизацию и перейти уже к следующим стадиям принятия неизбежного, да, что есть это как неизбежное, да, где есть какие-то стадии, когда с человеком что-то случается, да, сначала отрицает, потом он как бы принимает это все, а потом начинает действовать. Так вот, я говорю о том, что пора, это неизбежность, да, то есть, сейчас происходит что-то, что-то происходит, что-то, что можно очень четко и очень метко охарактеризовать с помощью вот этого слова цифровизации, если дать ему надлежащее определение. И если мы дали ему надлежащее определение, то можно выделить приоритетные направления. И вот я выделяю для себя, ну, для коллег, может быть, вы заинтересуетесь, три приоритетных, на мой взгляд, направления для исследовательской и практической работы в рамках вот общей проблематики интеграции ВУЗа с цифровой образовательной средой. У нас, вот в цифровом, вот по поводу цифровой образовательной среды, как бы тут на самом деле много чего я имею сказать, но нужно понимать, что сейчас развивается вот этот проект, национальный проект цифровой образовательной среды, и уже с точки зрения определения цифровизации, которую я рассматриваю, можно даже различать, что есть национальная цифровая среда, а есть цифровая среда вообще. И это тоже проблема, потому что между ними существует противоречие. Да, вот еще раз задумайтесь, есть цифровая среда вообще, и наши студенты в ней, а есть национальная цифровая образовательная среда, и как они соотносятся друг с другом. А перед нами еще стоит проблема интеграции ВУЗа С вот этой национальной цифровой образовательной средой, при том, что уже есть какие-то наработки у коллег с переднего плана, которые вынесли что-то, часть своих методических разработок в общее образовательное пространство. А в общем образовательном пространстве еще есть проблемы, связанные с геополитикой сегодня, цифровая геополитика, что, скажем, у нас, например, чтобы было понятно, мы с коллегами, когда проводили свои курсы, то там, конечно, были какие-то вебинары, выступления, доклады и все материалы мы публиковали. И очень много презентаций было опубликовано на сервисе SlideShare. А сервис SlideShare, как один из сервисов в составе платформы LinkedIn, был заблокирован в России. И вот несколько лет назад все эти наши презентации стали недоступны. То есть, опять же, проблема соотношения национальной цифровой среды с цифровой средой вообще. И вот с одной стороны, надо будет вузы интегрировать с национальной средой, а это сама по себе проблема. С другой стороны, у нас еще есть какие-то разработки, то есть мы уже к чему-то привыкли, что-то уже наработали, придумали инновационное в образовательной среде вообще. И нам нужно будет это оттуда перевести сюда. И здесь будут какие-то свои ограничения, свое понимание того, как нужно строить цифровую образовательную среду. Потому что, если вы почитаете приоритетный проект, там четко сроки указаны, когда должна быть разработана конкретная модель. Эта модель, вот из проекта можно понять, что эта модель, она будет воплощена как конкретные решения, то есть какие-то платформы для дистанционного образования, то есть как бы программные решения, программное обеспечение, серверное программное обеспечение, которое, ну как я понимаю, надо будет просто разворачивать в вузы. То есть в вузах, наверное, будет что-то спускаться, там в конце концов что-то это будет устанавливаться, оно будет интегрироваться вместе, наверное, по всей стране, я думаю, потому что разрабатывается сейчас единый сервис того же цифрового портфолио, по всей видимости, все это будет интегрировано в одну платформу и будет завязано, наверное, как-то на госуслуги. Ну идея, конечно, классная и так и должно быть, если государство хочет серьезно решать проблемы образования сегодня в современных условиях, но вопрос в том, как это будет воплощено. И вот у меня, с моей точки зрения, три направления, которые я выделяю и предлагаю тоже вам, коллеги, обратить на них внимание. Первое, это проектирование информационно-образовательной среды самого вуза, да, то есть как спроектировать информационно-образовательную среду в вузе. То есть там есть разные стратегии, есть стратегия, допустим, вот с точки зрения платформы, да, должен ли быть у нас информационный портал. Это информационная среда ВУЗа, как информационный портал. И это должна быть какая-то система интерфейсов в социальных сервисах. То есть должен ли ВУЗ, например, прийти в Телеграм, должен ли он прийти, скажем, в WhatsApp. Но прийти в каком плане? Прийти в плане, не в плане, что там какие-то свои каналы открывать, а в плане, что там могут быть какие-то интерфейсы, например, как чат-боты, что, скажем, можно с приемной комиссией общаться через чат-бот. Нужно это или не нужно? Другая проблема, другое направление, это цифровое портфолио. То есть понятно, что будет единый сервис на национальном уровне. То есть единое цифровое портфолио. Вот это все есть в проекте цифровой образовательной среды. Но это же должно быть как-то реализовано в ВУЗе тоже. То есть должно быть интегрировано с ВУЗовской информационно-образовательной средой. И если мы, скажем, в процессе интеграции, который будет проходить в масштабах всей страны, выработаем какие-то требования со своей стороны, то есть, допустим, свое портфолио должно быть как открытый интерфейс, то есть открытый какой-то протокол, в котором мы можем какие-то свои сервисы встраивать. Тогда получится, что в ВУЗе можно будет какие-то уникальные предложения разрабатывать для того, чтобы наши студенты, ну вот чтобы мы определяли, что будет в цифровом портфолио, как оно будет выглядеть, а не просто нам сверху что-то спускалось. И, в общем-то, все это будет, скорее всего, очень скучно и неинтересно. А вот чтобы те же неформальные достижения студентов, неформальные какие-то проекты, которые они делают, скажем, в процессе трудоустройства параллельно с образованием, которые они получают в ВУЗе, чтобы они могли как-то это учитывать в цифровом портфолио. Для этого нужно, чтобы цифровое портфолио, как отдельная платформа, было на самом деле интерфейсом, открытым интерфейсом, открытым стандартом, в который ВУЗы могут со своими разработками включаться. И, наконец, третье направление – это массово совместное обучение в цифровой среде. Еще раз, студенты не готовы. И мы, мало того, что мы не готовы так обучать, студенты не готовы так учиться. И мы, со своей стороны, должны решать методическую задачу, выработать свою дидактическую систему, в узком смысле, то есть как дидактическая система преподавателя, который в рамках своего предмета, с учетом того, как строится обучение в цифровой среде, мог бы так выстроить образовательный процесс, чтобы это было действительно массово совместное обучение в цифровой среде, чтобы студенты знали, как они учатся, видели цели, видели результат, чтобы для них это не было, там, прокликал тест или там, завалил тест, ай-карамба, что с ним делать, если тебе по-другому не зачитывать этот предмет, потому что ректор сказал, что так и только так ты будешь учиться. Если так ты не сможешь учиться, то, значит, ты там вылетаешь, отчислен. То есть вот три направления. Проектирование информационно-образовательной среды в ВУЗе. Как? Да, то есть как? Цифровое портфолио, опять же, как? Но тут уже какие-то, ну, когда я говорю как, естественно, у меня есть определенные наметки, определенные идеи, соображения, но это тема отдельных встреч. И массово совместное обучение в цифровой среде, это, мне кажется, очень интересная проблема, потому что это вызов, да, это вызов для системы высшего образования сегодня, для международной системы высшего образования, потому что у нас есть очень интересный формат, это не дистанционные курсы, повторяю, массово открытые онлайн-курсы. Они просто называются курсы, но это не курсы, это дистанционное понимание. Рано говорить о качестве этих курсов, потому что мы говорим о них с точки зрения качества курсов, но это не курсы. А как же мы их оцениваем с точки зрения качества курсов, если мы говорим как бы о другом, оценим совершенно другую. То есть у нас как перена перед глазами, пора ее снять просто. и говорить о том, что есть вот такое явление, очень интересное явление. Мы до конца не понимаем, как его интегрировать, то есть как инновационные способы организации дополнительного неформального образования интегрировать с тем, что происходит в ВУЗе, не разрушив то, что происходит в ВУЗе, не заменив то, что происходит в ВУЗе этим форматом. И в итоге получить на выхлопе ответ на этот вызов, чтобы студенты массово вместе обучались в условиях открытой виртуальной цифровой образовательной среды. Вот это то, что я хотел вам сегодня сообщить. Коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Пока я хочу сказать вам спасибо за внимание и быстро пробежать в чате. В чате еще была реплика от Евгении Юрьевны Широкова. Она тоже говорит, что... Ну, я так понимаю, это обсуждение Черниговской дальше было. Что она говорила о работе пилотов Боинга, которые учились онлайн и не сумели вовремя среагировать на действия искусственного интеллекта, встроенного в управляющую систему самолета. Но, коллеги, вот здесь я хочу сказать то, что... Что значит обучаться дистанционно? Когда мы обучаемся дистанционно, мы классическое дистанционное обучение. Почему еще нужно расстаться с этими классическими представлениями дистанционки? Она же меняется. Потому что классическое дистанционное обучение, оно обращает внимание на аспект, связанный с расстоянием. То есть я нахожусь не в аудитории, я нахожусь у себя дома. Но предполагается, что у меня дома оборудованное место для обучения. То есть, понимаете, у меня дома свой маленький класс, который на расстоянии через эту пуповину переносит меня виртуально туда. Единственное, я сам организую свое время на то, чтобы в нужное время сесть дома, у себя за столом, за компьютером, с ручкой, может, тетрадко инспектировать, как-то учиться. То есть, вот это классическое дистанционное обучение, мы так на него смотрим. Но вот уже интересно, что у профессора Андреева, у Александра Александровича Андреева, у него в определении дистанционного обучения есть интересное замечание, что дистанционное обучение, оно инвариантно относительно места, времени, каких-то еще дополнительных условий, я точно не помню. То есть, Александр Александрович, он уже предвосхищает современное дистанционное обучение, что оно не то, чтобы там есть два места в УЗИ и дома, где у меня оборудованное место, а он говорит о том, что места как такового в принципе нет, потому что обучение это дистанционное, оно становится в любое время, в любом месте. И вот, когда мы говорим об обучении пилота, в принципе, традиционное дистанционное обучение, оно может, если мы говорим о качестве такого дистанционного обучения, оно может обеспечить качество. Почему? Почему? Потому что если у вас есть возможность приобрести домой какой-то симулятор, вы одеваете шлем, у вас дома как-то воспроизводится условие кабины пилота, или там воспроизводится условие, скажем, управлять автомобилем, то вы дистанционно те же самые тренажеры, то есть вы какие-то навыки можете приобрести. Но в том дистанционном обучении в современном формате, как оно постоянно изменяется, мы приходим к тому, что исчезает из обучения понятие места. То есть само место, оно становится виртуальным, мобильное место для обучения. Это не то, что мест очень много, то есть на любом месте можно учиться, то есть места умножаются до бесконечности. Нет, место как таковое исчезает, появляется виртуальное цифровое место для обучения, которое и в том числе это цифровое место приносится со студентом в аудиторию. Что интересно, то есть он даже в аудитории на самом деле находится не в аудитории, а он находится в виртуальном месте, который он с собой принес. И вот когда мы говорим о том, как выстроить информационно-образовательную среду вуза, то нужно принимать это во внимание, что информационно-образовательная среда вуза, она должна быть выстроена с точки зрения интерфейса, таким образом, чтобы понимать, что мы строим. Мы строим виртуальное место для обучения, мобильное место для обучения. Опять же, мы с коллегами очень много говорили, может быть, в другой терминологии, мы говорили об этом в рамках, вот у меня, например, я разрабатывал идею мобильного кампуса, концепцию мобильного кампуса университета, вы можете тоже в интернете найти. Опять же, это все было проговорено. Сейчас мы на фоне тех проблем, которые, тех противоречий, которые более контрастно обозначились в условиях вот этих вот новых приоритетных проектов, мы, может быть, уточняем терминологию, лучше понимаем, куда нужно двигаться, но, по сути, мы развиваем все то же, о чем мы говорим последние. Ну, вот с коллегами мы говорим на эту тему. Я в этой проблематике 2010-2011 года, да, то есть уже 9, ну, 8 лет точно я этим занимаюсь, да, то есть за 8 лет я вижу то, что мы, как бы, с одной стороны уточняем, все лучше и лучше осязаем проблемную область, какие-то приоритетные направления обозначаем, какой-то опыт, какие-то наработки методически у нас появляются, но то, что происходит сейчас в сфере образования, оно как-то игнорирует наш опыт, игнорирует то, чем мы занимались, как бы, в профессиональных сообществах, оно указывается за бортом. И вот, как я сказал, это очень опасно, потому что нас ждет фиаско в сфере тогда уже вузовского образования, потому что наши студенты, они не смогут так учиться. Мы просто нужны, мы будем их всех либо поучислять, потому что они не могут, да, то есть они не дадут этих показателей, либо придется как-то силами, усилием преподаватель на местах просто делать вид того, что все работает, но в условиях цепнота продавливать, да. выполнять двойную работу, то есть они вроде бы как и в курсе сидят, тратят время, и у нас мы с ними работаем в непонятное время, неоплачиваемые часы, наверстываем с ними то, что они должны наверстать, потому что, ну, нам нужен контингент, мы же не можем отчислить всех, потому что их просто не учили, да, их просто не учили, не то, что они не смогли учиться, их просто не учили, вот у нас как бы номинальное, они должны были чему-то учиться, их не учили, мы делали вид то, что, ну, вот они чему-то учились. Хорошо, вот еще Галина Васильевна писала, что специфика контента определяет, конечно, как учить. Мировую балерину и шаляпину учили без онлайн, но мы в 21 веке живем. Ну, коллеги, я хочу сказать, что балерину, например, или спортсмена, конечно, тренировки, ну, это специфика, понимаете, если мы говорим о тренировке, связанной с телом, да, вот, например, балерина или там спортсмен, ну, давайте грубо говоря, то есть там обучается тело, то есть там нет речи о каком-то высокоинтеллектуальной работе, но даже здесь обратите внимание, что цифровизация со мной не обойдет, потому что как спортсменов сегодня тренируют, они обвешаны датчиками, и с этих датчиков собирается постоянно какое-то показание, там ведется четко учет всех параметров, ну, как-то, не знаю, биометрических, да, и для того, чтобы максимально эффективно построить программу тренировок спортсмена, потому что, ну, как бы спортсмен, который тренируется сегодня традиционными способами, он неизбежно отстанет и не покажет тех показателей, которые покажут спортсмены, у которых там четко вот эта программа выстроена, компьютерный, там искусственный интеллект, следят за ними, вплоть до того, что даже изучается движение, то есть там на ту же балерину можно повесить датчики и, сняв информацию о том, как вот она двигается, ну, как бы оцифровать ее движение, да, тоже какие-то выводы строить с помощью компьютера, то есть цифровизация здесь не обходит стороной. И вот эти моменты, например, их можно тоже устроить в онлайн-обучении, потому что датчики можно купить или выписать эти датчики, да, вот дистанционно тебе там придет эта коробка, тут какой-то местный эксперт, который знает, как этим пользоваться, он на тебя навесит эти датчики, да, то есть как бы университет там, ты тут, на тебе эти датчики висят, и вот программа дистанционно что-то там, снимая с тебя какие-то показания, может быть, какие-то рекомендации будет давать там, правильно ты там достаточно высоко ты ногу поднимаешь там или нет. То есть это все будет неизбежно, да, то есть цифровизация, она к этому ведет, и это хорошо, но просто важно понимать, какие проблемы здесь нужно решить, потому что просто продавливать, не решая эти проблемы, мы столкнемся с фиаской, потому что традиционные методы мы от них отказываемся постепенно, да, и говорим то, что можно это выбросить, а нового ничего не предложить, все автоматически заработает, да, учебная паутина Ильича, общество без университета, да, подключили всех к интернету, сюда там Митро, там дети, компьютер в стене, вот им компьютер воткните в стену, или там смартфон всем выдайте, разработайте сайт opened.ru, они будут на него ходить и чему-то научить, ну так не будет, да, то есть это очевидно глупо звучит, но если почитать проекты, кажется то, что, ну, как бы понимание, оно того, как это будет работать, оно, наверное, как-то так вот в этих проектах и закреплено, что студенты такие умные, они вот будут учиться, говорящим головам все расскажут, но этого нет, и этого не будет никогда. Тогда же, если вы возьмете без палька, почитайте, он анализирует дидактические системы, у него там выделены 8 типов дидактических систем, и это там в том числе, там, программированное обучение и так далее, и он описывает то, что такая система, вот как я сейчас обрисовал, да, гротесно, она никогда в жизни не обеспечивает, вот, без палька, эффективность и усвоение выше, да, чем традиционная система обучения с учителем. Хорошо. Хорошо. Евгений Юрьевич пишет, что искусственный интеллект работает гораздо быстрее, чем мы думаем, но наши интуиции срабатывают быстрее искусственный интеллект по Черниговской, а интуиция формируется в результате опыта и тренировки на практике. Ну, да, да, да. Но с другой стороны, коллеги, я хочу сказать то, что есть сферы, критические сферы, где искусственный интеллект работает быстрее, и, ну, интуиция хорошо, но нужно принимать решения быстро, да, потому что если машина несется на полном ходу, и ей поступила со спутника информация, что за поворотом там ребенок бежит по тротуару, да, и если ребенок не остановится на пешеходном переходе, скажем, захочет бежать дальше, да, с той же скоростью, то я его просто там собью в лепешку, да, то есть искусственный интеллект принимает решение о том, что нужно затормозить. Да, какой бы интуиции у водителя не было, водитель никогда в жизни не знает, да, что за углом там кто-то есть, а искусственный интеллект знает, да, то есть как бы нужно принимать во внимание, что вот эти все спекуляции на тему того, что люди вывезут свою работу за счет интуиции, это не совсем так, потому что, ну, развивается информационное общество, и нужно по-другому выстраивать организацию труда, освобождая себя от каких-то решений, да, как бы наша интуиция должна, да, есть интуиция, но должна быть уже настроена на другие задачи, которые машина не может решать. Смешно говорить о том сегодня, что водитель живой лучше водителя искусственного интеллекта, да, то есть, естественно, в машинах должен быть искусственный интеллект. Через какое-то время, да, он станет гораздо лучше, и я сторонник того, чтобы запретить выдачу прав людям, то есть люди не должны управлять автотранспортным средством, автотранспортным средством должна выполнять машина, там должна быть система, которая гарантирует отказ от отказа устойчивости, определенная там должна быть, и как бы, ну, вот, в таком плане, в каком-то смысле и в образовании, где-то людей нужно заменить, тот же Сугатометр говорил, что если учителя может заменить машину, то учителя нужно заменить машину, но где, в каком смысле, да, говорящая голова – это удобно, да, вот, вуз без лекций, и да, и нет. Я не говорю о том, что это не нужно, вот, обратите внимание, я говорю о том, что если есть говорящая голова, онлайн-курс, то она должна быть, как бы, эту говорящую голову должен назначать сам преподаватель, да, то есть, если я веду курс, то я, ну, не так, что моих студентов записали на какой-то курс, и я вот должен жить с этим просто, а так то, что я тоже прохожу какие-то курсы, я там что-то где-то отобрал, я студентам назначил, они модульно там модуль прошли, и тут модуль прошли, я посмотрю, я имею полный доступ к системе, я могу посмотреть, как они проходят этот модуль, где сколько раз они что посетили, там, какой тест они как прошли, какую, всю эту аналитику должен видеть я, а не там, где-то она должна быть на этой платформе, где студенты заваливают обучение, потому что, потому что вот считалось, что они будут учиться, а они, вот, как бы, они не смогли учиться, и некому оказать им помощь, да, ну, я же их учу, я должен распоряжаться, я выстраиваю дидактическую систему, да, то есть у меня должен быть к этому доступ. То есть, естественно, там должна быть автоматизация, чего-то меня освобождает, но задачу должны решать. Иван, я очень сильно прошу меня простить, через полчаса у нас запланирован еще один вебинар, на котором я должен присутствовать, поэтому я прошу, давай договоримся в течение пяти минут на вопросы, есть время для ответов на вопросы, и после этого давай завершим наш вебинар, который действительно очень интересный, я сам с удовольствием в нем участвую, но вот сегодня регламент у нас является определяющим, к сожалению. Хорошо, я немножко пропустил, действительно, я реплики смотрел, оказывается, в вопросах есть, сейчас я в вопросах быстро пробегу. Значит, Сергей Петрович спрашивает, ну, вот, коллеги, если вы перейдете на мою страничку на Фейсбуке, то там можно посмотреть, там в информации обо мне есть ссылка на блог. Значит, Сергей Петрович спрашивает, методика рестанционного обучения книга, да, вот эта книга «Выходные данные», но я, если вы зайдете в Фейсбук, я прямо сегодня опубликую там запись, можно не регистрироваться, просто по ссылке перейти, опубликую запись, ссылка на блог и выходные данные книги, книга очень полезная. Галина Васильевна пишет, на площадке онлайн и Дуру есть подсистема оценка качества онлайн-курсов, есть более того, сетевое взаимодействие, неоднократно обсуждали проблему качества, значит, МГУ уже писали о том, что вы рассказываете. Замечательно, коллеги, я же говорю о том, что работа ведется долго, то есть я не о новых вещах здесь говорю. Далее Галина Васильевна говорит, Кулик, Можаева, Белоножкин, публикация «Выходные профессионалы ДО». Я тоже состою в этой группе, с Евгением Кулик тоже интересные обсуждения были. Но я излагаю свою точку зрения. То, что происходит, проблемы, которые поднимаются, мне кажется, что они недостаточно освещены, потому что есть определенная эйфория. Если почитать новости, которые публикуются на сайте Высшей школы экономики, о том, как они работают на Курсере, то создается впечатление, что все замечательно. Но если все замечательно в одном вузе, у нас по стране вузов еще 200, кроме этого одного. И то, что где-то очень хорошо работают со своими студентами, и то, что где-то уже имеют возможность набирать студентов, которые умеют так учиться, о чем писал Данус, это замечательно. Но когда приходят люди, которые не умеют так учиться, а что им делать? Далее вот еще Галина Васильевна пишет, что МУК включается в смешанное обучение эффективно, много научных работ есть. Ну, коллеги, если есть одни научные работы, которые вы читаете, то есть и другие научные работы, где со всей, как сказать, со всей остротой сформулирована проблема как раз этих навыков онлайн-обучения в таком формате. Потому что, ну, в принципе, можно надрессировать человека, чтобы он прокликал говорящую голову, ответил на вопрос, если у него уже есть какое-то представление об этой предметной области. Это несложно. Я сяду, я прокликаю тест, я отвечу на контрольный, я получу сертификат, но мне это не нужно. А есть вот курсы, о которых я говорю, в таком канадском формате, и они игнорируются почему-то, хотя тоже они очень интересные. Вот если в таком формате организовать курс, например, по гуманитарной дисциплине, высшие школы экономики, они не делают таких курсов. Курсеры таких курсов не делают. А такие курсы делают другие коллеги. И есть огромное количество работ написанных. Если, например, почитать сайт, если поставить публикацию в журнале IRODDL, это International Research, короче, журнал международных исследований о открытом онлайн-образовании, то там эти проблемы обсуждаются. До сих пор не решена проблема в дидактике обучения в условиях такого открытого онлайн-обучения. Если мы говорим о смешанном обучении, эффективное включение, но опять же эффективное включение, в каком плане? Если я контролирую все, как я говорю, что я могу выбирать, сегодня я им назначил одну голову послушать, завтра другую говорящую голову послушать, потом я им дал какое-то задание, то есть я решаю методическую задачу, я выстраиваю, а они просто кликают какой-то курс, а потом приходят и говорят, вы знаете, я смог или я не смог, я им должен перезачесть или не перезачесть. То это как бы совершенно другая проблема. И исследования, когда мы говорим, есть много исследований, ну хорошо, давайте поднимем эти статьи и почитаем, что там пишут коллеги в секции дискуссии. Потому что коллеги пишут на самом деле очень осторожно, они же понимают ограничения своих исследований, они понимают условия, в которых проводятся эти исследования. И да, результаты есть, и это хорошо, что они есть, но нужно учитывать четко, что это все всегда очень условно. К тому же, да, вот Галина Васильевна, вы тоже пишите, что Марина Ефимовна включает в смешанное обучение. Вот, вот эта книжка, как раз я ее и называю. А дистанционный курс, я говорю, это тот дистанционный курс, который Наталья Викторовна тоже формулирует, традиционный дистанционный курс, но MOOC, даже вот в формате Coursera, это не вот такой дистанционный курс, это совершенно другое. Потому что дистанционный курс проводит преподаватель. И у Марины Ефимовны это отражено, и они учат студентов, как вот фасилитатор, преподаватель, там неважно, как он назвать, тьютор, как он должен проводить этот курс. А если я просто зарегистрировал своих студентов на платформу, они там опять же, я говорю, там что-то слушали, кликали, потом меня ставят перед фактом, что у них столько там процентов, столько-то баллов, есть сертификат или нет, это не то, что вот мы с коллегами давно и долго обсуждали. А в итоге мы так не делаем совершенно с другим на самом деле. И вот ниже опять же мы приходим к тому, что да, вы Галина Васильевна пишите, что вы со мной согласны. А нет, я не так прочел, вы со мной не согласны, так как вы не раскрыли, я не раскрыл достоинств МОК, и они очень полезны с точки зрения доступности, качественных лекций, лучших преподавателей и так далее. Ну, коллеги, я хочу сказать, что они... Во-первых, об этом всем было сказано, то есть у меня не было сегодня цели сказать о достоинствах вот в таком плане, но давайте честно скажем, массовые открытые онлайн-курсы, они достойны, они имеют достоинство, как вот лекции от лучших, в качестве дополнительного образования. Когда я, имея доступ к этим курсам, посмотрел там лекции, посмотрел тут лекции, еще где-то лекции, я могу выбрать, что скажем, вот этот курс, вот часть лекций по линейной алгебре, я дам ребятам лекции Гильберта Стрэнга из MIT, а вот эту тему я дам профессора Клейна из Шингтонского университета. Я сам выстроил, я действительно лекции от лучших. В том формате, и по тому учебному плану, который у меня есть, я могу так вот так и так выстроить для своих студентов, я могу с ними работать, я могу брать задания, еще там что-то. Если ребята хотят, у них есть дополнительное время, они могут дальше эти курсы попроходить. А если вот ребят поставили перед фактом, то что вот, вы будете слушать курс из вышки. А если это не лучший курс, если есть там же на платформе курс, допустим, от МГУ, и он в каком-то смысле лучший, или он лучше подходит с точки зрения уровня подготовки моих студентов. Так все, понимаете, вот эти проблемы. Такие проблемы. Достоинства, конечно, есть, они бесспорны. Курсы от лучших, я не спорю. Но нужно понимать, что лучший, это тот, кто вот непосредственно работает со студентами, и при этом является земли, и при этом. Иван, я прошу прощения, давайте перенесем наш спор в какой-нибудь из групп интернетских. Просто у нас уже абсолютно все плохо с регламентом, нам надо завершаться. Вот я на этой замечательной ноте, может быть, я пару слов от себя скажу. Я очень сам люблю данную тему, но чтобы не уходить совсем без комментариев. Мне кажется, штумыки – это замечательная идея, но в своей области. Я с Иваном согласен очень во многом, но прежде всего это, конечно, не инструмент обучения как такового, а инструмент просвещения, просветительской деятельности. Я надеюсь, что он может быть инструментом обучения, просто мы до конца не понимаем, как. Можем, да, он может быть этим, но уже сейчас, например, скачать муки, посмотреть их на своем медиапроигрывателе во время обеда или как-то, это просто замечательно. То есть одну, как минимум, функцию они выполняют. Ну вот, например, недавно я смотрел лекции Роберта Сапольски, скачал их, смотрел по телевизору, и я получал огромное удовольствие и очень много ценной информации. Вот, хотя они не были муками, это были просто записанные лекции. Вот, тут многое зависит от харизмы. Но как полноценное обучение, вот как мы его приняли, тут еще надо работать и работать, и то, что сделано сейчас, это полшага на пути к тому, что должно быть. Извините, да, я просто вмешался, обычно я свое мнение не высказываю, но, да, в данном случае мне просто очень интересна сама эта тема. Я извиняюсь за то, что вынужден вас прервать, просто уже почти там через 20 минут начнется у нас следующий вебинар, на котором я должен присутствовать, а оставлять здесь вас одних я тоже не могу по нашему регламенту уже. Иван, огромное спасибо. Как всегда, у нас огромное количество вопросов к Ивану в чате, и этим отличаются наши вебинары с Иваном. Приходите на его следующие вебинары, у нас еще один вебинар будет в июне, ну, и я надеюсь, на следующий год мы тоже что-нибудь придумаем. Всего доброго, до новых встреч, Иван, огромное спасибо. Коллеги, вот ссылка на фейсбук, так что все, мы заканчиваем. Так, ссылка, наверное, я ее не вижу, кстати. А, понял, да, на последнем сайте. Да, коллеги, всего доброго, до новых встреч в Директ Академии и хороших вам встреч. Субтитры сделал DimaTorzok